Как было сказано, память в компьютерах, построенных на архитектуре фон Эймена, представляет собой последовательность ячеек, пронумерованных целыми числями. В программе на СЮ++ эта память еще разбивается на несколько областей. Эти области бывают двух типов. Сегменты данных и сегменты кода. В сегментах кода, или в текстовых сегментах, хранится код программы. Обычно эти сегменты защищаются от записи, то есть операционная система проверяет, чтобы никто не попытался записать в эти области памяти. То есть, несмотря на то, что в принципе можно написать программу, которая будет модифицировать свой код, это не принято. В сегментах данных хранятся данные программы. Это значения переменных, значения массивов, какие-то промежуточные результаты и прочее. При запуске программы выделяются два сегмента данных. Это сегмент глобальных данных, куда складываются глобальные переменные. И стэк. Это место, где хранятся локальные переменные. И также некоторые данные функции. В процессе работы могут выделяться и освобождаться дополнительные сегменты. Например, если вы захотите посчитать какой-то большой кусок данных, то вам может не хватить стэка или раздела глобальных данных, и в этот момент вы можете запросить операционной системы новый сегмент, который потом можете освободить. Важно, что при обращении к данным вне сегмента, то есть к той памяти, которая не принадлежит вашей программе, операционная система отловит этот момент и выдаст ошибку времени выполнения. То есть ваша программа аварийно завершится с каким-то сообщением. Иногда это access violation в некоторых операционных системах, в некоторых операционных системах это segmentation fault, что означает, что вы просто нарушили сегментацию, обратились к данным, которые не принадлежали вашей программе.